Весна в Крымском Федеральном. Новая неделя началась с мероприятий, приуроченных к 20-летию Ботанического сада имени Николая Васильевича Багрова. Сегодня свой подарок Фонду растений Ботсада передал исполняющий обязанности ректора Владимир Курьянов. Пихта Корейская пополнит список коллекционных хвойных экземпляров Ботсада. Она высажена между дворцом Воронцова Институтом филологии в окружении декоративно-лиственных кустарников. Это все идет на улучшение, с одной стороны, среды нашего обитания, а с другой стороны, это влияет и на, если хотите, формирование определенного эстетического восприятия окружающей среды, что, я полагаю, тоже очень важным. Поэтому и ректорат сюда придет, поработает, все будет, и все это будет связано, безусловно, с 20-летием ботанического сада, но затем превратится в добрую традицию следить самим за своим ботаническим садом. Еще одну традицию после зимнего периода возобновили в Розарии Ботсада. Здесь прошла очередная посадка новых кустов роз. В благотворительные акции по обновлению растений приняли участие сотрудники пресс-службы ВУЗа. 35 кустов чайно-гибридных впервые зацветут уже в июне этого года. Принимали участие самые разные структуры Крымского федерального университета, например, департамент образовательной деятельности, юридический факультет, юридическая клиника и не только Крымского федерального. 300 сортов нам подарила партия зеленых, мы очень им благодарны. И вот буквально очень маленькое окно возможностей, ну сезон уже, весна пришла, можно присоединиться. Еще пару сортов у нас есть, которые можно высадить в рамках этой акции «Розы от». Также сотрудники ботанического сада КФУ приглашают все структурные подразделения с пользой провести время на субботниках. Свой вклад в облагораживание обустройства визитной карточки Симферополя уже внесли студенты Таврической академии и Института медиакоммуникации, медиатехнологии и дизайна. Весенний сезон обещает быть насыщенным не только по количеству новых растений. По случаю 20-летнего юбилея в Ботаническом саду пройдет ряд научных и культурных мероприятий. 2 апреля состоится открытие выставки «Цветущий сад» по итогам пленеров, которые проходили на протяжении года. А 26 апреля в Розовом зале Дворца Воронцова состоится концерт Оркестра Крымской государственной филармонии «Музыка и поэзия Серебряного века». Нина Келли, Вадим Крыжановский, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.